Здравствуйте! Посмотрите, какое яйцо гусиное Сашка привез. Породный гусь Линда, как рассказано было. Слушайте, я в восторге. Такой крупняк. Ну, это как понятно, да? Все птицеводы по первости, держа первый раз гусиное яйцо в руке, я уверена, удивляются размером. Привыкшие к куринам, это, конечно, вообще бомбическое яичко. Вот такой водой сейчас солью с этого осадка, не буду его разбавлять. Залью яйца, а вот в такую, условно, очень сильную концентрацию просто макну и вытащу. Вот так. Поболтали и поставили. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Ну, и я еще больше надеюсь, что, в принципе, в этом хозяйстве спокон веков не было. Зараза никакой, то есть мы просто перебдели. Но лучше, как известно, перебдеть, чем недобдеть. Так что водичка слегка прям теплая, то есть, ну, не холодная, так скажем. Ну, в температуру руки. У нас в гараже сейчас не жарко далеко. Я думаю, градусов 10, а ночью бывает и 8. Поэтому, в принципе, нормальная температура для хранения инкубационного яйца. Но с утиным яйцом шутки плохи, поэтому мы будем максимально быстро его закладывать. Ждать никто не будет. Вот мы не знаем, какое яйцо будет вылупляться лучше. Мелкое помельче или крупное? Посмотрите, какая разница, да? Вот об этом бы Сашу бы хорошо спросить. Человек на гусином яйце собаку съел, если можно так сказать. Вместе с гусями. Вместе с гусями, да. Поэтому вот, блин, вот так вот, да, у нас. А у него на канале... Можно посмотреть, кстати, может быть, там у него есть видео по этому поводу. Надо время только найти. Вот. Вот. Очень полезный канал, так что, если что, заходите. Всё, продолжаем. Переложила в сухую ячейку, чтобы если там вдруг какая-то водичка стекла осталась, чтобы она никак не повлияла ни на скорлупу, ни на что. Посмотрите, не прошло 3 минут, они вообще сухие. Вот чуть-чуть кончик, видите? Но там воды нет. Ну, не скажу, что прям яйцо-то, оно так прям сразу взяло и отмылось. И прям белоснежное. Вот так у нас оно стекает. В наших ячейках, ячейки, которые мы привезли, мы выбросили на розжиг, безусловно. Благо, наших-то ячейк у нас тоже полно. И отундешиного, от всего. Взвесим 3 крупных и 3 мелких. Смотрите, какие они разные. На море, на птичьем, Ушцы раскричались. С кубрыми поссорились. С тыпухом подрались. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-сико-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-чут. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-калдят. Главными быть хотят. Яйца есть разница, крупные или мелкие? На вывод, какое яйцо лучше? Крупные, наверное. Почему? Бролер не факт. От более взрослой особи, я так понимаю, мелкое. Но ты вспомни бролерное яйцо. Самое крупное лупится хуже. Но густо другая система, мне кажется. С чего вдруг? Ну, мне так кажется. Тебе так кажется? Вот мы не спецы вообще в этой области. Да. Но все приходит с опыта. Опыт. Не надо дальше. Не надо. Ладно, в следующий раз. Ну что, как уложить этот пазл-то? Вроде бы как вот так типа уложила. Уже кручу-верчу. К слову сказать, яйца эти. Еще пока вывернуть не могу. Здесь заложу. Вот так они не плюхнутся у нас при повороте. Такие разненькие, такие крупненькие. Ну, это, короче, еще та задача. Вот я, честно говоря, прям боюсь. А вдруг оно как-то выскочит, нет? По инкубации гуся. Значит, из 20 яиц у нас получилось 11 цыплят. Один под вопросом. Я ему помогал. Он слабенький. Не знаю, вытянет нет. Но, в общем, пока на данный момент 11 гусят мы имеем. То место, откуда я брал яйца. Я яйца брал здесь по району. Ну, как по району. Юрий в Польске я ездил за яйцами. Ну, не знаю. Говорили, что там у них линда стопроцентная. Возможно. Посмотрим. Но, скажем, по санитарному состоянию хозяйства, я думал, что процент вывода будет поменьше. Вот так вот. Надеюсь, понятно выразился. Но, в любом случае, значит, 11 гусят мы имеем. Смотрите, два яйца было неоплод, два тумака, один гусенок, которого я, значит, расколупал вместо проклева, он сам не вылез. И я ему вовремя не помог. Вот. Поэтому он погиб. И три яйца, замерзшие где-то ближе к последней стадии инкубации. Вот такой результат по инкубации гуся мы имеем. Посмотри, какие хорошенькие. Расскажи про них что-нибудь. Как ты помогал им было пиццам? Первым пяти гусикам я не помогал. Расковырял только вместо проклева, чтобы они дышать могли более свободно. Вот. А последним... Сколько там их было? Четыре или пять? Я уже надкалывал скорлупу, крышечку яйца вот эту вот самую. Есть гусик послабже. Вот этот малыш, кранень. Он был, наверное, один из последних тоже выковыренный. Один, к сожалению, мы его потеряли тоже, который выковыривали самостоятельно уже. Так что из 20 яиц у нас получилось 10 гусиков всего. Более-менее крепких, хороших. Так как мы взяли их в хозяйстве в другом, вот мы этих гусиков пропаиваем антибиотиком. Потому как не хотим рисковать всей птицей, да и этими гусиками в том числе. Вот такие вот хорошечки. Будут жить они, конечно же, сейчас в брудере. Сюда мы их вынесли вам показать и немножечко им погулять, пока солнечная погода. Да, хорошенький. Очень они забавные, милейшие существа. Хорошенькие гусики. Вот такие вот. Вот такой у нас, у наших гусиков домик сейчас. Грязный на самом деле брудер после индейки, но ничего. Гусики, я думаю, это переживут. Нет возможности его помыть, подезинфицировать, потому что все делается срочно, спешно. Птицей сейчас много. Но гусики перетерпят такое, я думаю, неудобство небольшое. И сейчас здесь им очень хорошо, вольготно, свободно. Много места у них. Поэтому сюда же мы подселим, наверное, и уточек, тоже их ровесниц. Мулардиков наших. Будут расти вместе. Все водоплавающие. Все свинки еще те, любят поковыряться и попачкаться. Ну вот, в общем, история про гусиков у нас продолжается. А на сегодня, наверное, все. Всего доброго. Здоровья вам и вашей птице. Считай, сколько гусиков. Не надо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять гусиков? На паре, на птичьем гуси гогатали, С пупками поспорили, индюка прогнали. Гу-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку, гуси кучут, Га-ка-ка-ка-ка-ка-калтят, главными быть хотят. На паре, на птичьем гуси гуси кучут, Гу-ку-ку-ку-ку, гуси кучут, Га-ка-ка-ка-ка-калтят, главными быть хотят. Гуси-гу-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку,